Ко мне обратились и работники почты, и жители нашего города. Наш вот этот район, Чехово, школьное, варисентное, фабричное, там труда, вот эти вот все, значит, очень все недовольные. Вы понимаете, почта всегда была связующим звеном между родственниками, между знакомыми. Мы писали письма, общались. Люди приходят пожилого возраста. Я понимаю, что вот цифровизация – хорошее дело, очень хорошее, но не все пожилые люди, не все владеют цифровизацией, понимаете? Не у каждого есть телефон, чтобы что-то ему сообщили, человеку. Приносят почтальоны, а почтальоны, работа почтальонов, это же вообще, я не знаю, месить грязь таким районам. Лебяшка, вот этот, концерт-завод, вот эти вот все районы. По нашей Назаровской грязи, динамитаж. Они почта России даже о своих работников не думает, не только о пожилых людях. Ну, куда это будет? Я считаю, что это, знаете, вот с моральной точки зрения, это наплевательское отношение на пожилое поколение. Наплевательское буквально. Я бы хотела сначала пояснить, да, ваше негодование в части того, что мы приняли решение о закрытии отделения связи, приняем его переноси по другому адресу, чтобы у вас, наверное, было понимание того, что мы не социальная служба, которая в убыток нашему предприятию будет проводить. Очень много прозвучало фраз о том, что мы не думаем о людях, мы не думаем и о своих почтальонах, которые несят грязь. Все правильно, все верно. Но мы для этого должны зарабатывать, чтобы и зарплата была достойная у работников почтовой связи, чтобы ремонт и выделения в связи были приличные, красивые, и чтобы комфортно было не только нашим клиентам, но и комфортно нашему персоналу. Для этого всего нужны деньги. Соответственно, вот эта история, мы предложили вам два помещения, огромное спасибо за, но это все большие затраты, связанные с перепланировкой помещения. Второе помещение вообще, в последующий аренды до 140 тысяч в месяц была заявлена, так скажем, для нас. В этой ситуации не совсем понятно, почему наши предприятия в этой ситуации рассматривают, как некая бизнесовая единица, на которой не можно заработать. Это не совсем понятно. Если уж мы собрались и говорим о том, что мы несем социальную нагрузку, и, прежде всего, обязаны думать о пенсионерах, но, наверное, не только мы должны думать о пенсионерах. Это как бы вот такой момент. Второй вопрос. У нас отделение 202-е на улице Школьной 11, оно находится в аварийном состоянии. Мы в первом квартале этого года провели визуально-инструментальное обследование здания в почте, где мы размещаем, и которое подтвердило, что часть здания находится в аварийном состоянии. Были обследованы отдельные элементы конструкции, и заключение независимой экспертизы, однозначно, аварийное здание. И в этой связи мы начали искать варианты, как нам организовать обслуживание населения, освободив данное здание. Единственным приемлемым вариантом в этой ситуации для нас было совмещение на одних площадях на Карла Маркса с 200-м отделением, вот этого отделения 202-го. Да, конечно, проблематично. Район удаленный. Далеко ходить. Но с точки зрения уровня организации процессов производственных, там, по подвозу почтальонов, мы бы это все сорганизовали. Ходить бы такую даль нашим почтальонам бы не пришлось. Здесь, наверное, я подхожу к самому главному, да. Мы все-таки в настоящее время, вот готовясь сейчас к нашему разговору сегодня, еще раз внимательным образом посмотрели и то, и другое помещение, и пришли все-таки к выводу, что мы постараемся сейчас все-таки посмотреть, сколько будут фактические затраты на организацию самузла, помещения на улице Школьной 11. Потому что вот там, где мы пользовались самузлом, там собственники помещения нас оттуда, по сути, выселяют, отрезают часть этого здания, и наш персонал остается без самузла. Вот. Мы посмотрим, как это можно будет сорганизовать. Мы посчитаем фактические затраты на организацию вот этих вот реконструкций. Сможем ли мы, в принципе, это оперативно сделать. Ну и, в общем-то, попытаемся согласовать с Почтой России выделение дополнительных бюджетных средств вне плана, так скажем, вне очереди, именно на восстановление вот этих всех дел в 202 отделении связи. Если у нас это получится, то в этом году мы эту работу проведем. Скажите, пожалуйста, какова была аренда по школьной, где ранее находилось отделение? Вы говорите, значительно увеличится в связи с переводом... А, ну, собственно, мы аренду не платили. О, еще лучше. А то вы скажите, пожалуйста, если у вас по помещению находилось с участием, а почему содержание здания на данный момент в аварийном состоянии? Не на все объекты хватает денег для того, чтобы должным образом содержать здания... Ну, вы как собственник тогда, в рабочем состоянии. Вы начали отдельное отделение на связи. Город же разделен на районы, и отделение связи размещено с учетом придутства не почтальонов, а именно перстанта людей, которые проживают, жителей. Вот, правильно вы сказали? Больше тысячи пенсионеров получают у вас денежные средства в отделении. И это их право. Мы не имеем права их обязать перейти на обслуживание на дому. Люди возрастные, они на сегодня не хотят, может быть, у многих силу ситуации, что приходят там, обманывают и так далее. Проще прийти в отделение и получить деньги на руки. Люди возрастные. Сейчас вы им говорите о том, что состояние здания аварийное. Мы его переводим, условно говоря, за 3-9 земель, потому что вам это финансово выгодно. В октябре 2019 года собственность вашего нового акционерного общества была передана. Данное помещение. Прошу не путать здание и помещение, потому что вы людей вводите в заблуждение. В здании школьной 11 находится еще жилой дом, и там жилые квартиры. И когда мы говорим об аварийности здания, мы пугаем наших граждан. Не надо. И вот если говорить дальше про ваше помещение. Оно 180 квадратов у вас. Действительно, оно в неприглядном состоянии. Но аварийность вот этого помещения вы не подтвердили. Хотя мы дважды обращались в адрес руководства Почты России. Кроме того, я вот расскажу депутатам и гражданам, с чего вообще началась ситуация. Это мое мнение. Может оно неправильное, но мое мнение такое. Управляющая компания «Маяк» в ноябре прошлого года предъявила администрации города сумму к оплате более 100 тысяч рублей. На помещение, которое примыкает к Почте России по школьной 11. Когда мы туда выехали, мы обнаружили там четырехкомнатную квартиру. Она вся находится в ужасном состоянии. Там хлам Почты России и туалеты, которые Почта России использует. Потому что есть переход с помещения Почты России в эту четырехкомнатную квартиру, которая в настоящее время является бесхозяйной. И вот расходы по содержанию, по теплу. Управляющая компания пыталась предъявить нам. Мы выехали с комиссии туда. Объяснили, что мы не используем данное помещение. И по вот там, ну вот по хламу, который там находится, там есть кусочки документов, кусочки различных стендов Почты России. То есть получается так. Нам задали вопрос в Почте России о том, что вы не забирайте у нас туалеты. Как же мы теперь будем без туалетов? Мы пояснили, мы пока ничего забирать не будем. Но это помещение мы будем оформлять в муниципальную собственность, так как оно ничьё. И туалеты Почте России можно было сделать в переходе между двумя помещениями. Что мы и предложили сделать. Дальше началась переписка. Переписка это в одностороннем порядке. Мы писали письма, ответов нам никаких не давали. Но вот меня смутило честно то, что здание признано аварийным. То есть покажите мне это заключение на здание. Такого здания, такого заключения на здание. Помещение. Вот именно. На здание быть его не могу. И ещё хотела сказать. Когда в 19-м году мы передавали вам объекты, ну достаточное время прошло, и его можно было привезти. Приглядный вид. Извините, если я говорила резко, но это моё мнение. У нас поставили перед фактом. Перед фактом. То есть 1-го чего там у нас? Мая. Да, закрывали. Мы направили одно письмо. Мы направили второе письмо. Спасибо, опозвались на ВКС. Ни одного письменного ответа и запроса на то, что вы сейчас говорите у вас на руках заключения экспертизы, нам не поступило с 27-го на 3-го по сегодняшний день. Ни фоксимильной, ни по СЭДу, ни на Ричнем, никак. Ни одного документа не поступило на наши ответы. Второе. Де факта вы с 19-го года стали собственником данного помещения. Я живу в Назарово 37 лет. И насколько я себя помню, в этом помещении всегда была почта России. Всегда была. Всегда. Муниципальное оно было, здание не муниципальное. На арендных условиях, на собственных. Вы в него не вкладывали ни копейки. Вот я не единожды, я не хочу лично вас, я в отношении почты России. Я уже не единожды высказывался. Вот старшее поколение, я захожу на почту, я возвращаюсь в 1975-й год, когда я ему пацаненком делал. Ничего не изменилось в почте России. Как очереди стояли, а сейчас еще больше очереди. Потому что ваш бизнес, у вас там Валберисы, или Алиэкспрессы, какие-то, да. Нам штрафы идут, почта, и мы приходим, да, эти. Я не про это все-таки хочу сказать. То помещение, которое, не помню его номер, четырехкомнатное. Оно также вами было занято с основания, как вы зашли на эту почту. Я не знаю, в каком городе этот дом построил, я не помню, можно поднять активные данные. Но 30 лет это точно. И понимаете, и никто свыше, ни администрация, ни депутаты, ни жители, не довели это помещение до такого состояния. Никто. Это процесс эксплуатации данного помещения. Поэтому сейчас ставите людей делать заложниками того, что, милые мои, извините, вы завтра зайдете, не дай бог оно упадет, и мы поэтому вынуждены. А, наверное, так оно может быть. Я не видел эту экспертизу, а может быть туда вообще надо завтра замок повесить и никого туда не пускать. Хотя, соседнее помещение, магазин какой-то там у нас, они слухом и ведом не слышали, что была какая-то экспертиза, и что у них рядом аварийное помещение. Ну, мы же тоже не просто так здесь сидим. Мы тоже эту работу провели. И у меня глубокое сомнение, что лично мое, я вам скажу, глубокое сомнение в том, что это один из предлогов, чтобы отделение почты России в Назарова закрыть. Вот другого у меня пока, вы никаким образом мое мнение и мнение присутствующих здесь не перевернули и сказали, что мы сейчас через 4 дня приступаем к ремонту, мы недельку постоим, через недельку мы все тут покрасим, все побелим, все будет красиво, и люди повернутся к своей жизни, к тому процессу, как года был до этого. Вот я этого не увидел и не услышал. А я вам не могу обещать, я повторяю, в 3 раза. Нет, вы нас упрекуете в том, что только с 19-го года вы собственник. Вы собственник там, с основания этой почты. И почты, и того помещения, которое вы занимает. 20 лет я получаю там помещение. А помещение в собственность состоялось 19-го года. Почему у нас возник вопрос, вот Ирина Ивановна сказала, вот по этому помещению. На протяжении 30-ти лет вы помещение ни разу не заплатили никаких коммунальных услуг. Ни разу. Почему на нас вышел, потому что оно бесхозное. У нас оно не числится, у вас его нет. Управляшки никто заходит, начальники, энергетики сейчас придут тоже. Вообще раз сразу в суд подали, а там в суд разберется, кому за 30 лет заплатить за тихо. Поэтому вот в чем дело. Понимаете, вот вы нас поставили перед спортом. Удивительные вещи, конечно, вы говорите, ну ладно. Ну я, если что-то я в другой сказал, во-первых, я высказал то, что я знаю. Поэтому люди, вот не просто так. Вы посмотрите, какой... Думайте, нам вот настолько надо было всех будоражить, всех поднимать. И тут пажонтаж. Посмотрите, сколько депутатов идет. Сейчас общие отделы всегда дают команду. Сколько нам пришло писем от жителей. Люди возмещены. Что я могу еще вам добавить к тому, что я уже сказала не раз. Еще ничего. Если вам это надо, мы готовы и городской совет, и администрация направить президенту АО «Почта России» письмо с ходатайством. Хоть чем, может быть, это и поможет. То есть это не вам поможет, мы ставим, а может быть, это и поможет для того, чтобы сделать. Давайте, мы готовы помочь вам в этом абсолютно.